Здравствуйте! Для создания загрузочной флешки Microsoft рекомендует свою программку Media Creation Tool. Есть и другие программы для работы с флешкой. Rufus довольно популярен среди пользователей. В видео разберемся с работой программы, а также с теми функциями, о которых знают далеко не все. Прежде чем начать, хочу особо поблагодарить спонсоров моего канала Олега Емельянова из Ленинградской области и Юрия Переводова из Московской области. Поддержка спонсоров позволяет меньше отвлекаться и полностью сосредоточиться на создании новых полезных уроков. Спасибо вам! А теперь приступаем! Для того, чтобы создать загрузочную флешку, нужна самая обычная флешка объемом 8 ГБ или более. Также нужна программа для записи. Как я уже сказал, сегодня используем Rufus. Скачаю ее с официального сайта. Я введу адрес в адресную строку. Если нужно, вы можете воспользоваться линком номер 1 под этим видео. На странице опускаемся ниже. До слова Скачать. На данный момент здесь версия 3.13. Когда вы будете качать, возможно, версия будет новее. Особой роли это не играет. Нажимаю вот сюда. Программа скачалась. Открываю папку загрузки. Запускаю программу. Закрою проводник. Нам нужно то, что мы будем записывать на флешку, то есть образ Windows. Rufus сам умеет качать образы десятки и восьмерки. Этим я и воспользуюсь. Чтобы Rufus скачивал образы в стандартной Windows 10, достаточно в этом окне разрешить Rufus обновляться. Нажимаю Да. Сразу поставлю образ на загрузку. Проверить, работает ли загрузка в Rufus легко. Если у кнопки Выбрать есть стрелка выпадающего списка справа, значит загрузка работает. Нажимаю на нее. Выбираю пункт Скачать. Теперь кнопка называется Скачать. Нажимаю на нее. Следующее окошко появляется немгновенно, с небольшой задержкой. В первом списке оставляю Windows 10. Нажимаю Продолжить. В этом окне также оставляю версию по умолчанию. На момент записи видео это версия 20H2. Нажимаю Продолжить. Здесь оставляю вариант, включающий в себя редакции Home и Pro. Нажимаю Продолжить. У меня автоматически определился русский. Здесь иногда бывает ошибка кодировки. О том, как решить эту проблему, я подробно рассказывал в этом видео. Вы найдете его в описании. Итак, оставляю русский. Нажимаю Продолжить. Сегодня большинство компьютеров поддерживают архитектуру X64. Давайте уточним, как обстоят дела на этом компьютере. Правый клик по кнопке Пуск. Выбираю Система. Здесь видно, что сейчас здесь установлена 64-разрядная версия. Возвращаюсь в Руфус. Оставляю эту разрядность и ставлю галочку Скачать с помощью браузера. Нажимаю Скачать. Так как я выбрал Скачать с помощью браузера, то открылся браузер и началась загрузка. Загрузку можно проконтролировать, нажав вот на эту кнопку или нажав на комбинацию клавиш Ctrl плюс J. Она работает во всех браузерах. Нажимаю. Здесь видно адрес сайта, с которого загружается образ. Software.download.microsoft.com Это официальный сайт Microsoft. Пока загружается образ, несколько слов вот о чем. При создании загрузочной флешки есть тонкости, которые имеют решающее значение. Удастся установить Windows или нет. Пользователю, который часто это делает, не составляет труда записать флешку любой программой, загрузиться с нее и установить систему. Предположим, пользователь плавает в этом вопросе или вообще делает самостоятельную установку впервые. Изучив какую-нибудь инструкцию, он записывает флешку и начинает установку. Даже одна ошибка в процессе установки может отпугнуть пользователя, отбить охоту заниматься этим в дальнейшем. В комментариях часто пишут, я сделал все как в видео, а компьютер пишет. Установка Windows на данный диск невозможна, выбранный диск имеет стиль разделов GPT. Или то же самое для MBR. Это частая ошибка. Microsoft рекомендует записывать флешку и его утилитой Media Creation Tool. Это хорошая утилита, она создает универсальную флешку. С такой флешки можно установить Windows как на диск, размеченный в MBR, так и на диск с GPT-разметкой. Иногда в этой универсальности и кроется ловушка для начинающего установщика Windows. Давайте перейдем уже к практическим действиям. На примерах поясню нагляднее. Пока я внушал вам, образ загрузился. Можно записывать. Сворачиваю браузер. Окно Rufus передо мной. Чтобы вернуть Rufus из режима скачивания в режим записи, снова нажимаю на стрелку и выбираю Выбрать. Можно подключать флешку. Внимание, если у вас есть нужные файлы и папки с файлами на этой флешке, сохраните их куда-то. В процессе записи вся информация из флешки будет удалена. Я подключил флешку. В первом поле она появилась. Если у вас в этот момент подключена еще какая-то флешка или внешний диск, рекомендую отключить их на время записи флешки, чтобы случайно не отформатировать. Теперь нужно показать Руфусу, где лежит скачанный образ Windows. Так как я качал через браузер, то образ скачался у меня в папку загрузки. Нажимаю кнопку Выбрать. В панели навигации слева выбираю папку загрузки. Вот мой образ. Выделяю его. И нажимаю Открыть. Теперь главный момент. Нужно выбрать схему раздела. Нажимаю вот на этот выпадающий список. Здесь есть два варианта. MBR и GPT. Какой выбрать? Мы договорились, что это видео в основном для начинающих. Для такого пользователя чем проще, тем лучше. Поэтому используем простое правило. Если ваш диск размечен в MBR, то вы выбираете здесь MBR. Давайте проверим разметку диска на этом компьютере. Для этого делаю правый клик по кнопке Пуск. Выбираю Управление дисками. Это жесткий диск этого компьютера. Правый клик по заголовку диска. В контекстном меню выбираю пункт Свойства. В открывшемся окне нажимаю на вкладку Тома. Здесь в строке Стиля раздела написано Основная загрузочная запись MBR. Можно закрывать. Вывод простой. Этот диск размечен в MBR. И в поле Схема раздела я выбираю пункт MBR. В строке Целевая система написано BIOS или UEFI CSM. Это значит, что флешка записанная при таких настройках подойдет для компьютера с обычным устаревшим BIOS. А также для компьютера с так называемым гибридным BIOS UEFI. Который поддерживает устаревшее BIOS устройство. Если вы купили свой комп или ноут в десятых годах, особенно в промежутке с 2009 по 2015, то скорее всего у вас именно такой гибридный UEFI BIOS. Больше никаких настроек не требуется. При желании можно изменить метку Тома, но это не обязательно. Нажимаю Старт. В этом окне Rufus предупреждает, что удалит все данные при создании флешки. Я уже сказал вам об этом. Нажимаю ОК. Дожидаемся окончания записи флешки. Флешка готова. Можно устанавливать Windows. Закрываю. Извлекаю флешку. Первый фрагмент был для BIOS и MBR разметки. Если у вас UEFI, то все, что мы делали до момента записи флешки, повторяем в точности. Теперь проверяем разметку. Все аналогично. Здесь в поле Стиле раздела у вас должно быть написано вот так. Это говорит о том, что разметка диска GPT. Закрываю. Подключаю флешку. Указываю программе ISO образ диска. Для этого нажимаю Выбрать. Выбираю в панели навигации загрузки. И выделяю образ. Нажимаю Открыть. Теперь в строке Схема раздела. Здесь у меня и так уже выбрано GPT. Оставляю этот выбор. Теперь в строке Целевая система написано UEFI Non-CSM. Это режим чистого UEFI. Такая флешка подойдет для более современных ПК и ноутбуков с UEFI интерфейсом, который не поддерживает устаревшие Legacy устройства. А также для ПК и ноутбуков с гибридным UEFI, в котором выключена поддержка этих устаревших устройств. Можно нажимать Старт. В этом окне подтверждаю, что я понимаю, что данные на флешке будут уничтожены. Дожидаемся окончания создания загрузочной флешки. Если вы уже не новичок и легко разбираетесь с разметкой и правильной загрузкой с флешки, то вы можете записать с помощью Rufus универсальную флешку для компьютеров с BIOS и UEFI. Для этого снова повторяем все до момента записи. Разметку смотреть уже не будем, так как флешка подойдет для обеих разметок. Теперь нужно включить в Rufus двойной режим UEFI BIOS. Флешка у меня уже подключена. Указываю программе ISO образ. Нажимаю Выбрать. Выделяю образ. Нажимаю Открыть. Теперь нужно включить в Rufus двойной режим UEFI BIOS. Чтобы сделать это, выделяем окно программы. Я просто кликнул по заголовку окна и нажимаю вот такую комбинацию клавиш. При этом в строке состояния мы видим вот такой текст. Двойной UEFI BIOS режим включено. В поле Схема раздела оставляем MBR. Справа, как видите, надпись тоже изменилась. Теперь здесь написано BIOS или UEFI. Больше ничего настраивать не требуется. Просто нажимаю Старт. Здесь просто подтверждаю. И дожидаемся окончания записи флешки. Флешка готова. Можно устанавливать в Windows. При использовании такой универсальной флешки нужно обязательно выключить в UEFI режим Secure Boot. Впрочем, большинство пользователей его и так выключают. Кстати, при перезапуске Rufus двойной режим остается. Поэтому, если вы включали его и больше не хотите использовать, то снова кликните по окну и нажмите ту же самую комбинацию клавиш еще раз. Двойной UEFI BIOS режим выключено. Одно нажатие включено. Повторное нажатие выключено. Флешка готова, можно устанавливать. Теперь о загрузке. У меня есть три флешки, которые я только что записал. Флешка для BIOS MBR. Для UEFI GPT. А также универсальная флешка. На этом ноутбуке гибридный UEFI BIOS. Подключаю флешку, которую я записал для разметки GPT. При создании флешки я проверил разметку диска и убедился, что здесь стиль GPT. Чтобы загрузить из флешки, я использую Boot Menu. Здесь для входа в Boot Menu используются клавиши Escape. Включаю ноутбук. Нажимаю Escape. Появилось Boot Menu. Сейчас здесь в UEFI BIOS включена поддержка устаревших устройств. Перед нами все загрузочные устройства. Здесь видно, что одна строка повторяется. В первом случае это вот такая аббревиатура. Назовем ее SCAZI DISC. Во втором случае такой же SCAZI DISC, но с меткой UEFI. Для случаев, когда вы видите в Boot Menu два пункта, соответствующих загрузочной флешке, есть правило. Если вы увидели два пункта в Boot Menu и устанавливаете Windows на диск с MBR, то вы выбираете пункт без метки UEFI. Если устанавливаете на диск, размеченный в GPT, то выбираете пункт с меткой UEFI. Предлагаю запомнить это правило. В данном случае у меня GPT, я выбираю пункт с меткой UEFI и могу начать установку. При этом у меня не возникнет ошибка, о которой говорил в этом видео. На этом ноутбуке гибридный UEFI, здесь отключена поддержка устаревших устройств. Соответственно, диск здесь размечен в GPT. Давайте в виде эксперимента, я подключу сюда неправильную флешку, записанную для MBR. Включаю ноутбук. Здесь аналогично для вызова Boot Menu, нажимаю Escape. Как видите, неправильная флешка даже не появляется в Boot Menu. Соответственно, ошибка у меня просто не может возникнуть. Так как установку Windows я начать не могу. Теперь подключаю правильную флешку. Перезагружаю. Как видите, правильная флешка появилась в Boot Menu. Я могу начать установку Windows. На этом ноуте стоит чистый устаревший BIOS. Здесь нет никаких намеков на UEFI. Соответственно, диск здесь размечен в MBR. Предположим, что пользователь ошибся и записал в Rufus неправильную флешку для диска с GPT. Он подключает флешку. И получает вот такую ошибку. Текст здесь на английском. И написано здесь как раз о том, что флешка записана для UEFI. И не подходит для установки Windows на этом ноуте с BIOS Legacy. Подключаю правильную MBR флешку. Перезагружаю. Здесь все в порядке. Установка стартует. С универсальной флешкой у вас будет возможность установить Windows на диск с любой разметкой. Главное правильно выбрать пункт, с которого загружаться. Здесь я рекомендую использовать то самое правило, о котором сказал раньше. Если диск в GPT, выбираем пункт с меткой UEFI. Если разметка диска MBR, то без метки. У меня есть несколько видео о том, как создать загрузочную флешку в программе от Microsoft. Теперь мы разобрались, как сделать это в Rufus. Логично дальше сделать видео по чистой установке последней версии Windows 10. А потом можно немного почистить ее от лишнего хлама и максимально ускорить. Если такой план вам интересен, поддержите это видео своими бодрыми лайками. Если за неделю видео наберет 5000 лайков, запустим этот план в работу. Чтобы не пропустить новые видео, не забудьте подписаться на канал и включить колокольчик. Если это видео было вам полезно, ставьте лайки, делитесь видео с друзьями. Спасибо! Я благодарю вас за просмотры, лайки, комментарии. Отдельная благодарность тем, кто поддерживает мой канал и подписывается на дополнительный канал. Спасибо! Всем зрителям желаю здоровья! Меня зовут Евгений Юртаев. До встречи! Субтитры сделал DimaTorzok